Ну а тем временем боевые действия в Донбассе становятся всё интенсивнее. К линии соприкосновения официальный Киев продолжает подтягивать войска и новое вооружение. Из Донбасса с последней информацией о положении наш военкор Александр Сладков. Донбасс. Позиционная война. Противники по всей линии фронта сидят в окопах. По ночам перестреливаются, днём наблюдают, стараясь, чтобы их самих не задели. Вот сквозь бойницу пробивают. Уже пристрелялись. И мы закрываем. Окош уже меньше. Боец с позывным Шаен, родом из Крыма, воюет с первых дней. Был сборщиком мебели, теперь пулемётчик. Вот, говорит, зарядил патронную ленту, приготовил особый продукт. Название продукта. Крымский сэндвич. Как ты говоришь, ПЛС, ЛПС, лёгкий патрон с сердечником, трассер и бронебольный зажигатель. Каждый патрон создаёт свой эффект. Один пробивает, другой поджигает. Стрельба начинается как сильнее. Сначала летят трассирующие пули, в ответ гранаты, потом пушки. Отдыхают бойцы под землёй. Так теплее и безопаснее. Пищу готовят сами. Продукты получают на складе. Картошка, тушёнка, лук и чеснок. Я вот лук не ем обычно, но сейчас очень вкусно. В принципе, обычная еда. Питается нормальной глядой. А это уже Луганская республика. На этой неделе там попытались уговорить украинских военных обоюдно отвезти войска от пропускного пункта, на котором всегда много людей. Противники здесь нос к носу. Вот флаги ЛНР, через дорогу уже украинские. Жёвто-блокитный и чёрно-красный. Правый сектор, националисты. Не дай бог перестрелка начнётся. Столько людей пострадает. Вот линия разграничения. Постоянно так тяжело переходить, да? Постоянно. А там что страшнее? Там страшнее? Да. Ну там лестница. Понятно, понятно, понятно. Очень страшно. Понятно. Вот люди переходят. Река Северский Донец. В принципе, та самая линия, от которой должны отойти. По обоюдному решению и согласию с украинской стороной. Механизм отвода войск выработан в Минске. Договариваются о времени. Пускают в зелёную ракету. И войска одновременно отходят на полтора километра в тыл. Всё. На этот пункт уже и военные наблюдатели приехали. И зампред парламента ЛНР Владислав Дейнега. Украинская сторона не вышла на связь. 33 раза направляли в СММ ОПСЕ уведомление о готовности в конкретное время, в конкретный день и час начать мероприятие. Где-то, наверное, раз 10 мы начинали эту процедуру. Запускали ракеты о готовности. Но так и не дождались никаких подтверждений с украинской стороны. А в это же самое время произошла трагедия. Пока на КПП Станичная Луганская договаривались о том, чтобы мирно отвезти войска от линии фронта, чтобы люди нормально, спокойно жили, для безопасности. В этот же самый час здесь, в селе Долгом, с украинской стороны, в обычную гражданскую Ниву, прилетел ПТУР, противотанковая управляемая ракета. Вот что осталось. Один убитый и двое раненых. Это не шальной снаряд. Ракета управляемая. Человек в Ниве сгорел заживо. Это мой мой зять, это моя сестра, муж. За жены стреляют. Тут детки маленькие, старики, тут никого нету. За жены выстреливают. Скорее всего, бойцы правого сектора перепутали. Они могли охотиться за военными наблюдателями, чтобы потом все свалить на ЛНР. А еще на этой неделе правительстве ДНР рассказали. Украинские военные поставили свой блокпост на нейтральной территории, у фильтровальной станции, через которую поступает вода в Донецк. Сейчас этот пост уже, наверное, метров 300 стал ближе по трассе Донецка-Константиновка. Они его сюда подтянули, потому что заезд на фильтровальную станцию с этой трассы. Пытаются взять под контроль? Ну, по-видимому, да. Вот кадры Донецкой станции. Здесь может разгореться сражение. На станции есть несколько тонн хлора. Им обеззараживают воду. Цистерны взорвутся, погибнут тысячи людей. Денис Пушилин срочно вышел на связь с представителем Порошенко Леонидом Кучмой. Попытался решить вопрос миром. Не удалось. Трудно разговаривать с ними? Конечно же, трудно. Почему? Потому что наша позиция основана все-таки на поиске компромиссов. Их позиция всегда склонить нас к каким-то действиям в одностороннем порядке. Рядом еще одна станция. Мы снимали ее на этой неделе. В нее стреляют. Волонтер Олег показывает нам заделанные пробоины. 200 попаданий. Украинская артиллерия бьет под цистерном с хлором. Вот следы. Когда сюда снаряд прилетел. Вот он и тут. Тогда это чудо, что эти цистерны были пустые. Это чудо. Рядом с линией фронта стоит огромное хранилище с хлором. В досягаемости украинских пушек. Если сюда упадут снаряды и хлор выйдет наружу, все, катастрофа. Отдельный диспетчер непрерывно следит за специальной картой возможных секторов поражения. Скажите людям, им опасно или не опасно? Очень опасно. При определенной розе ветров в зону поражения попадает до миллиона человек сейчас. То есть люди действительно погибнут. Это будет не просто экологическая катастрофа. Это будет катастрофа всемирного масштаба. Впрочем, на этой неделе нам удалось снять события весьма и весьма позитивные. Известные тысячам людей по роликам в интернете. Маленькая Рита и ее мама Татьяна наконец покинули свой дом, стоящий прямо на передовой в Зайцево. В поселке вот уже третий год идет война. Сколько погибших здесь в Зайцево? Ребенок у нас погибший один, 20 детей у нас раненых, 5 детей у нас контуженных, сильно контуженных. То есть последней стадии. И взрослого населения у нас более 40 уже. Погибших? Погибших. Девочка Рита стала символом оптимизма и любви к родному дому. Ее мама Татьяна известна с жесткими высказываниями в адрес Киева и Порошенко. Украинские военные били по их дому более 40 раз. Мы видели фрагменты снарядов, прилетевших в их дом только на этой неделе. Ну что, как самочувствие? Да не бойся. А вот та самая маленькая Рита. Старшая сестра ее была ранена, бабушка дважды ранена, женщины плачут, уезжать не хотят. С утра благодарим Порошенко за то, что он сволочь нам устроил такую жизнь, что жили мы спокойно. Никого не трогали, мы жили спокойно. Мы говорили в своем огороде, воспитывали детей, внуков. А он нам такой подарок преподнес. Дай бог, чтобы его дети узнали все то, что увидели мы. Что вот этот ребенок, вот этот, который трижды побывал под обстрелом. Вася! Да Вася у мамы, вон у мамы Вася. Вадечка! Украинская артиллерия могла открыть огонь в любую секунду. Но Рита не хотела оставлять в пустом доме своего друга. Васю заберем. Пойдем за Васей. Вадечка! Вот и друг, котенок, нашелся. Держи, Вася. Держи, Вася. Подожди, 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 Вася. Не упади, а то он убежит. Давай мне его, а то он сейчас убежит. В Зайцево остаются 1400 жителей. Из них 300 детей. Напуганных войной, с истерзанной психикой. Рите и ее маме, администрация Горловки, тут же вручила ключи от новой квартиры. Вода, газ, тепло. По обычаю, первым в жилье запустили кота Ваську. Держи Васяку, пускай еще проверяйте их у нас. Отпускай его. Можно? Можно. На линию фронта опускаются сумерки. Военные ДНР оставляют блиндажи и выходят в окопы. Начинается борьба за жизнь. За жизнь людей Донецкой Народной Республики. Внимание, ой. Да, вот. Все, у кого? Улетим. Ходим, уходим. Александр Сладков, Виталий Дуплевич, Игорь Уклеян, Андрей Руденко. Вести недели. Донбасс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.